приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы прежде чем мы рассмотрим агрогороскоп для того чтобы черенковать нарезать череночки и сразу же укоренять я хочу ответить на ваши вопросы и сразу же практический опыт используем по укоренению роз и почему укоренять розы нужно именно сейчас что нужно знать вот эти черенки первый вопрос можно ли сейчас заготовить вот такие черенки потом укоренять смотрите они одревесневшие зеленые они будут гнить если вы будете их оставлять в холодильнике я уже пробовала результат будет не очень хороший а вот сейчас нужно их укоренять для этого вот смотрите розы замечательные достались что я хочу сделать смотрите как карандаш очень хорошие череночки и я сейчас покажу вам как я буду укоренять это вопрос сейчас очень многих потому что вопрос касается того что вот на улице высадили не получается на улице сейчас нельзя высаживать черенки роз потому что зима холодная почва уже холодная а температура должна быть от плюс 15 плюс 14 почва и до 24 градусов должна быть сверху поэтому нужно использовать сейчас вот мы на веранде укореняем прежде чем я вам сейчас вот это покажу как я буду делать мы месяц назад с вами уже рассматривали вопрос укоренения черенков розы мы свою красивую розочку укореняли посмотрите прошлый выпуск я делаю сноску под видео вот смотрите месяц назад вот она наша розочка смотрите череночек побежек уже маленький такой идет и земля мокрая мы ни разу не поливали вот это вот видите мы ни разу не поливали крышечка закрыта вопросы сейчас такие когда же вот зелененький есть уже вот как бы веточка пошла уже будем открывать не открываем месяц прошел мы не открываем мы будем вам показывать каждый месяц когда мы будем рассматривать тему черенкования ежемесячном будем показывать что происходит с нашими черенками и так смотрите я снова же беру это у нас был в октябре на ноябрь мы ноябре да на октябре мы черенковали укореняем мы увидим с вами что получится и сейчас вот такие розы попали к нам я естественно не могу удержаться от того чтобы их не укоренить потому что они очень красивые и аромат у них необыкновенный очень красивые и так выбираю часть которая мне нравится и которая вот карандаш у нас да смотрите что мы делаем вот мы убираем листики я здесь даже два черенка могу сделать вот это у нас старый и мы его не будем брать вот в этом помоложе здесь у нас можно вот так ниже где-то пол сантиметра вот видите у нас тут почка вот срезаем одна вторая и достаточно вот этой третьей срезаем хотя можем оставить и эту давайте оставим не просто так нравится и здесь отрезаем где-то сантиметр-полтора оставляю здесь еще раз листик этот кусочек оставляю буквально маленький маленький кусочек там был листик и он уже испортился и сюда вот в земельку кстати у меня земля сада очень хорошая такая шикарная земелька в этом году в саду место одно там где много лет не собиралась ничего не делаясь под деревьями чуть-чуть проливая у меня не влажная земля поэтому и здесь добавлен кокосовый субстрат 40 процентов кокосового субстрата и 60 процентов у меня дерновой земли садовой земли очень хорошей и еще вот видите вот этот толстый я его не буду брать потому что здесь мало питательных веществ объясню почему потому что все питательные вещества идут к цветку растение выращивает цветы потом шиповник но вот такая у него задача поэтому все 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 питательные вещества идут в эту часть поближе к цветку здесь уже мало чего осталось поэтому мы его не будем брать если тоненький брать очень тонкий он принимается у меня есть такая розочка но и уже четыре года но она никак не может взяться в силе маленькая такая и остается ну что один есть сейчас еще выберу видите уже здесь есть даже это скорее всего тепличные это точно тепличные но здесь уже есть вот побежки я его не буду брать потому что если побег есть это уже уже не то вот здесь очень красивая роза смотрите очень хороший побег замечательный мы можем его тоже укоренить значит что делаем убираю листья так тоже вот видно да вот смотрите вот уже такая жесткая древесина вот эта древесина нам не нужна вот здесь выше вот здесь зелененькая красивая где-то сантиметр обрезаем здесь листик был одна две три четыре почки кусочек оставлю этого листика и вот тут обрежем снова смотрите снова же как карандаш у нас здесь даже много этих два листика один чуть-чуть срежем вот так вот почему я срезаю листья потому что сейчас все 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 должно идти на образование корней здесь питательных веществ достаточно вот я сделаю еще одну вот сейчас выберу такую и очень хорошо когда уже цветок цветет вот это очень хороший черенок здесь все питательные вещества которые ему нужны так вот это тоже красивый хочу показать какие еще нельзя черенковать вот смотрите вот этот уже пустил вот побежек видите вот эта почечка была но вот если его посадить он не вытянет уже растение нужно будет все питательные вещества вот сюда отправлять на эту новую часть растения она корни не будет ему хватать если же я но я смотрю что здесь еще и сверху уже пошел нет не буду я здесь ничего брать эти у нас остаются розочки вот эту еще одну туда же можно 4 корень снова же видите очень толстая и жесткая вот звенит это нам не подходит так вот это совсем другой звук так сейчас мы обрезаем листья обязательно обрезаем листья вот так розочку снова срезаем и вот я здесь вот смотрите под этим вот здесь у нас пазуха листика вот и там почечка и здесь я чуть-чуть те же таким образом срезаем здесь у нас есть шип вот мы его уберем и вот такой у нас получается череночек очень достаточно хороший вот так вот как можно меньше листьев хотя будет у нас парник тепличка но так и я думаю что еще я видела здесь можно еще один вот это просто необыкновенный смотрите какие это розы красивые название снова же не имеем есть подарок цветы эти прекрасно я ждала вот деву и вот дева пришла очень красивый набитый цветок снизу смотрите какой цвет розовый когда он раскрывается бутон тоже желтый и вот такой вот такая красота по бокам очень красивый цветок крупный и вот мы его сейчас тоже сейчас зачеренкуем низ убираем вот так вот и что мы еще сделаем хочется как можно больше вот смотрите здесь у нас уже побежек и он нам не подходит этот снизу черенок поэтому я сейчас так это тоже не подойдет значит я вот выбираю где нету еще вот этих конечно срезала все подряд но ничего страшного кстати ничего страшного если листика нету так вот что у нас получается здесь у нас только почечки значит мы берем срезаем здесь вот у нас еще один череночек можно его тоже обломать вот этот тут будут корешочки вот смотрите у меня есть 4 я полью немножечко вот так но не сильно заливаю дальше знак у нас не очень хороший для полива вот так вот и вот эту земельку надо вот так прижать чтобы было соприкосновение землей у череночка земля хорошая вот и теперь самое главное тепличку сделать там лишняя вода я положила тарелку в тарелочку этот горшочек видите и лишняя вода если что будет вытекать и так у нас есть здесь уже готово все что я беру что делаю дальше беру срезаю дно вот этот бутыль чем больше тем лучше 6 литровый бутыль тот чуть-чуть у меня меньше вот и делаю парник и крышка закрыта все я укоренила череночки для того чтобы получить вот такие уже розочки к весне обязательно будут никуда мы не выносим здесь у нас температура вот смотрите какая красота и вот тебе будет расти здесь находиться на веранде если сильно будет холодно ниже плюс 14 вот уже 14 это не очень хорошо лучше конечно 15 нижняя температура я его могу перенести просто-напросто в дом на время когда сильно холодно будет а так они будут сейчас плюс 19 здесь у нас на веранде здесь они будут находиться здесь вот такой цветочный умолочек они здесь будут находиться у нас а сейчас я вам обещала а агрогороскоп черенкование роз на декабрь месяц и я его сейчас сделаю и так мы с вами зачеренковали розочки очень красивые вот эти замечательные розы и теперь просто напросто уже в деле сегодня дева хотя это убывающая луна но еще продуктивное время и очень хорошо образуются корешки и мы с вами убедимся в этом через месяц я покажу как они будут себя чувствовать и я думаю что до конца сезона до весны у нас уже будут маленькие саженцы поэтому не спешите открывать крышку парник 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 должен быть парничок там своя аура создается растение само и не открывайте часто если травка будет быстренько открыли сняли травку и полив не спешите сейчас очень медленно идут физиологические процессы ну а теперь уже наконец-то этот агрогороскоп напоминаю что все агрогороскопы мы составляем по московскому времени первый хороший период для нарезки черенков и укоренения черенков растений это могут быть любые растения у нас будет в декабре 6 декабря начинается это будет время козерога растущей в растущей луне с 11 часов утра до конца суток и 7 декабря с 0 часов и до 7 часов утра это продуктивное время козерога для укоренения черенков следующий большой период в знаке телец растущая луна 14 декабря с 12 часов дня и до конца суток 15 декабря абсолютно все 24 часа и 16 декабря с 0 часов и до 17 часов вечера вот такой замечательный длинный период и остается еще один очень такой солидный период для нарезки и укоренения черенков дева убывающая луна 24 декабря с 12 часов дня и до конца суток 25 декабря все 24 часа и 26 декабря с 0 часов и до 10 часов на этом мы завершаем это видео хочу сразу же сказать тем кто будет смотреть это видео в другие месяцы в другие годы и это подходит для холодного периода вот этот способ черенкования именно в зимний период и в осенне это можно было в рыбах делать и в зиму но сейчас этот способ будет реально работать и он уже испытан многими нашими зрителями ну а мы в этом году хотим вам показать как это работает уже вот от начала и до конца до следующего года когда уже саженцы будут готовы высадки из этого получится смотрите но вот самое главное вот этот способ укоренение в доме очень хорош очень прост и легок и вы не зависите от всех климатических условий которые будут очень резко меняться и испортят вам драгоценные черенки и вы не сможете размножить размножить свои любимые цветы ну что ж мы ответили на ваши вопросы будут новые задавайте мы готовы их рассматривать и вместе решать все задачи мы прекрасно знаем что очень много новичков мы приветствуем вас в нашей семье кто-то пишет из зрителей интернет семья наша действительно наша семья с каждым днем растет интернет семья большая и будет расти потому что многие будут возвращаться к земле а на земле хочется чтобы все было красиво чтобы урожаи были хорошие и чтобы семья была обеспечена продуктами витаминными продуктами питания экологически чистыми продуктами питания раиса горяченко и александр волик подготовили сегодня это видео мы же также в этот день раз зачеренковали нарезали черенков и укоренили розы которые были подарены моей дочери и вот эти прекрасные цветы я верю и надеюсь что они будут расти на наших цветочных клумбах и будут радовать много-много лет всю нашу семью в дальнейшем и давать нам вот эту позитивную солнечную энергию прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале пока пока